друзья всем привет готовить сегодня будем вот в такой посудине будет вкусно даже очень вкусно и вкусно по-домашнему почти как у бабушки правда бабушки наши готовили подобное блюдо раньше в русской печи вкус и аромат блюд приготовленных в ней передать невозможно это что-то особенное правда печи у меня нет и бабушек к сожалению тоже но я с удовольствием поделюсь с вами этим простым рецептом продукты все незамысловатые вы видите на столе и ничего более мы с вами добавлять не будем наверняка вы заметили что формат наших видео немного изменился они стали более разговорные домашние душевные на мой взгляд и мне кажется мы стали с вами немножко ближе и больше общаемся через видео и в комментариях но есть и негативные отзывы которых кстати в разы меньше и я вам хочу сказать друзья мои всем мил не будешь и мы такие какие есть и вы всегда вправе найти авторы себе по душе готовим здесь у меня потроха птицы и утины и куриные желудки сердечки печень мама у меня собирает постепенно вот набралось определенное количество как раз нам сегодня хватит приготовить обед желудки уже почищены но вот есть лишний жирок я удалю сейчас все что я посчитаю ненужным лишним и порежу немного помельче немножко жарко я все равно оставлю на желудках чтобы было по наваристей сердечки тоже удаляете все что посчитаете ненужным я разрезаю их пополам если где-то есть густки крови то удаляю и печень если кусочки крупные вот так пополам их разрежу и желудки разрезаем примерно так же как сердечки помельче сразу же порежу овощи лук и морковь они мне тоже понадобятся практически в первую очередь овощи нарезаем достаточно крупно и что я еще вам хочу сказать опережу ваши вопросы конечно же это блюдо вы можете приготовить также с любым мясом не обязательно с потрохами можно со свининой можно с говядиной можно с бараниной с курицей с индейкой с чем пожелаете вообще рецептов приготовления блюд в горшочках их уйма я вам сегодня показываю только лишь один из них как вы поняли готовим сегодня жаркое жаркое сборная будет с потрохами получится пальчики оближешь режем овощи здесь мельчить не нужно нарезаем все достаточно крупно опять же если вы не любите крупный порезанный лук но сделайте вы его помельче ничего страшного а так овощи все достаточно крупно режем в первую очередь потроха я поджарю на сковороде печень не пока не нужно убираем ее в сторонку и и будем добавлять в последнюю очередь пока возьмемся за желудки и сердечки для чего мы их обжариваем чтобы придать им вкус и цвет благодаря тому что субпродукты мы поджарим готовое блюдо будет другого вкуса нежели если вы будете добавлять туда сырыми сердечки и желудки до готовности конечно же мы их не доводим начал не просто-напросто засохнут желудки еще подтушивать нужно поэтому мы их подрумяним сейчас хорошенечко видите уже такие красивые становятся желудки сердечками немного подрумянили добавляем теперь лук вот так и все вместе это перемешаем вот буквально минутку лук подрумянили теперь отправляем сюда морковь перемешиваем еще все вместе поджарим в самом конце добавляем печень нам нужно чтобы она просто схватилась перемешиваем и вот быстренько быстренько чтобы она поменяла цвет вот посмотрите печень посветлела поменяла цвет все выключаем огонь возвращаемся к картофелю картофель нужно резать тоже не мелко почему потому что если порежете мелко то картошка быстрее разварится а нам этого не нужно нам нужно чтобы все приготовилась одновременно и чтобы было вкусно вот такие примерно получаются кубики можете даже покрупнее порезать чеснок старенький когда уже не свежий тяжело давится не хватает у меня силы приходит сильная мужская рука продукты подготовили начинаем собирать жаркое в горшочек горшочек у меня вот такой вот симпатичный двухлитровый маленькие у меня есть можно подавать кстати и в маленьких горшочках порционных но я вот решила приготовить большом купила кстати специально для этого видео можно все перемешать но я буду выкладывать слоями первым слоем выкладываю картошечку немного так чтобы она скрывала дно горшочка сюда же немного сливочного масла так будет вкуснее можно топленое масло взять если у вас есть чесночок давленый дальше выкладываем куриные и утиные потроха потрашки и потроха можете меня поправить комментариях помните да что мы ничего не солили поэтому вот этот слой слегка подсолю щепоточку поперчем и брошь сюда лаврушку следующий слой снова выкладываем картофель вот этого будет достаточно снова давленый чесночок и немного сливочного масла так буквально два небольших кусочка выкладываем вторую часть потрохов нам все это нужно будет еще закрыть картошечкой на субпродукты снова щепотку соли перец все же молоты лаврушка закрываем все это дело картофелем еще осядет содержимое поэтому нормально что горшочек у нас полный на картофель сверху снова давленый чесночок распределяем и сливочное масло чтобы было нам вкуснее тоже распределяем несколько кусочков мы с вами добавляли две щепотки соли на субпродукты на один слой и на второй слой конечно же этого количества соли недостаточно на двухлитровый горшочек поэтому я сверху еще подсолю вот буквально пол чайной ложечки я добавлю и залью все это дело водой вода холодная но вообще конечно же соль добавляйте по своему вкусу и лучше не досолить чем пересолить подсолить всегда успеете наливаем воду вот так тоненькой стройкой чтобы и соль распределилась воды примерно до половины горшка воды у меня ушло на этот горшок 300 миллилитров вот вода уже виднеется даже чуть больше налила чем положено накрываю горшочек крышкой вот так все прижимается в таком виде горшочек убираем в холодную духовку устанавливаем температуру 180 градусов и будем томить до готовности картофеля полтора часа уйдет точно скорее всего даже больше и все горшочек вари у меня уровень не самый нижний вот так пониже среднего друзья я с удовольствием читаю ваши комментарии поэтому пишите делитесь тем как готовите это блюдо вы что вы вообще готовите может быть у вас есть какой-то интересный рецепт я с удовольствием читаю правда с опозданием иногда отвечаю но все же лучше поздно чем никогда поэтому пишите я буду очень рада но если вы поставите лайк то мне будет вдвойне приятно час 40 прошло с того момента как духовка нагрелась все готово картошечка мягкая я вам сейчас покажу еще шкварчит все картошечка подтомилась желтенькая стала просто прелесть видите мягенькая я сейчас немножко вот так слои перемешаю прелести буду накладывать аромат просто потрясающий а вот когда в печи и бабушка готовила там вообще не передать словами если кто-то пробовал блюдо из печи я думаю что вы меня поймете конечно сверху еще бульончиком поливаем как же аппетитно жаль что я с вами не могу поделиться через экран своей тарелочкой и посыпаем рубленой зеленью конечно же самый любимый момент картошечка да с потрошками но с бульончиком просто песня жени меня подгоняет говорит пора прощаться и идти обедать что я вам хочу сказать блюдо получилось очень вкусное оно прям такое вот домашнее домашнее я как будто на мгновение побывала в детстве обязательно готовьте готовьте с удовольствием для себя для своих родных и близких пусть и вам будет точно так же вкусно как и будет нам сейчас всем всем желаю приятного аппетита прекрасного настроения и пока и